Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемым Президиум! Вашему вниманию будет представлен опыт работы с данным препаратом нашего отделения. Из актуальности данной тематики можно сказать, что уровень развития современной онкологической помощи ставит перед анестезиологом довольно сложные клинические задачи по проведению диагностики и хирургического лечения онкологических пациентов, что требует поиска новых решений. Отлично, вот что. Что нашлось в интернете? Альфа-2 адренорецепторы широко распространены в тканях организма и опосредует спектр физиологических реакций. Надо отметить, что альфа-2 адренорецепторы – это гетерогенные группы, и представлены они как альфа-2А, альфа-2Б и альфа-2С рецепторами. Их активация ингибирует в высвобождении норадреналина, что приводит к разнообразным центральным и периферическим эффектам. Самый первый агонист альфа-адренорецепторов был синтезирован в 60-х годах XX века как препарат для лечения отечного синдрома при линитах. Но при первом же его применении возник ряд значимых побочных эффектов, основной из которых была длительная выраженная седация, более чем сутки, и которая сопровождалась выраженным нарушением истерично-сосудистой функции. В дальнейшем применение этого препарата, который стал, как назывался, клонидин, привело к его введению на рынок в следующем году как эффективного гипотензинового препарата. Впоследствии его клинического применения препарат сыскал довольно широкую известность и также стал приниматься в комплексном лечении алкогольной и лекарственной зависимости. У онкологических пациентов данный препарат применялся с целью обезболивания при интродекальном введении. На самом деле история применения альфа-2 агонистов довольно широка, и первым их стали применять ветеринары. В ветеринарной практике использовался киселозин и детомидин с целью анализирующего и седатирующего эффекта. И самый большой клинический опыт применения данной группы препаратов был получен именно в ветеринарной практике. Но стало очевидно, что для достижения более выраженного вседатирующего эффекта необходимо принимать более и селективные препараты альфа-2 агонистов. Ими стали такие, как медитамидин и его стереотоксический изомер Дексамидин на российский рынок был выведен в 2012 году под названием Декс-Дорс с теми же самыми показаниями, как и Эвдеев в 1999 году также выводил данный препарат как ассидатирующий препарат в отделении реанимации. К этому времени уже был накоплен довольно значимый международный опыт применения данного препарата, что делает его особенно условием, пригодным его для применения на всех этапах перепрессионного периода. Дексамидин обладает дозозависимыми ассидативными и гипнотическими эффектами. Данные эффекты обусловлены в первую очередь снижением адренагической активности нейрона в зоне голубого пятна в стволе головного мозга. Он не влияет на гаммкаргический рецептор, что выводит его в отдельную группу по сравнению с бензодиазепинами и пропофолом. Гемодинамические эффекты, такие как гипотония или гипертония и брадикардия, тоже дозозависимые и опострелены альфа-2-рагическими влияниями. Данный препарат также уменьшал тремор, но при этом данный препарат ухудшает опорожнение желудки и прохождение пищи по ЖКТ, усиливает диурез и снижает внутриглазное давление. Высший перечисленный эффект дает преимущество, как вы можете видеть в данной схеме перед другими препаратами. И что из нового? В этом году расширенное показание для применения данного препарата в Российской Федерации. Он разрешен к применению для седации при проведении анестатических пособий во время диагностических и хирургических процедур и седации в сознании. Процедурная седация в нашем отделении применяется для ряда пациентов как в рамках индукции в анестезию как компонент общей анестезии, как для поддержания. Здесь представлены дозировки, разрешенные в России согласно по средним рекомендациям Росздравнадзора. Обязательно применяется болезинфузия не менее чем 10 минут. В дальнейшем дозировка данного препарата подбирается индивидуально. Отдельную группу пациентов в онкологии это занимают дети. Лучевая терапия – один из основных методов при комплексном лечении опухоли головного мозга. Их особенностью при проведении процедуры является наличие термопластических масок и периоды отдалённого находения врача-анестезиолога от пациента. И для этой категории онкологических больных Дексен и метамедин имеют определённое преимущество. Интересен тот факт, что в детской практике большое распространение получило унтраназальное применение Дексен и метамедина, что значительно упрощает работу с детьми. В нашем центре нашими сотрудниками была принята следующая схема. За час унтраназально в палате в присутствии матери вводится препарат, и ребёнок уже к моменту его передачи на процедуру уже находится в состоянии сна. Если во время процедуры ребёнок просыпается по каким-либо причинам, то можно дополнительно приметь пропофол. Надо отметить, что данная методика противопоказана при травмах носа, аллергии на препараты, обструкции дыхательных путей. Наличие онкологического заболевания головы и шеи является предиктором трудных дыхательных путей. Применение фиброаптической интубации снижает риск тяжёлых осложнений у данной категории пациентов. Выполнение фои является, в принципе, болезненной процедурой, но очень важно сохранить спонтанное дыхание и проходимость дыхательных путей для предупреждения расстройств газообмена, связанных с периодами апноэ. Тем не менее, требуется обеспечить достаточный уровень комфорта пациента, так как данная манипуляция затрагивает высокорефлекторные зоны. Этому вопросу был подсвящён ряд статей, на основании которых была нашим коллективам предложена данная методика. После основной болезненной нагрузочной дозы и засыпания пациента вводились дополнительные препараты и буталовная фиброаптическая интубация. Применение дексометамидина в данной клинической ситуации имеет ряд преимуществ. Дексометин также может использоваться как компонент при безопиодной и низкоопиодной анестезии у ряда пациентов. Наличие дыхательных расстройств у пациентов с патологическим ожирением могут повлиять на выбор анестезического пособия. И в этой ситуации дексометин является хорошим подспорьем. В нашем отделении большая часть применения данного препарата осуществляется в отделении реанимации для седации после перспорственных пациентов. Но, к сожалению, данный препарат в клинических условиях показывает, что на глубокую седацию этот препарат не подходит. При применении седации дексометамидином пациент может общаться с персоналом, поэтому легче переносит ЭВЛ и сроки проведения искусственной вентиляции уменьшаются в сравнении с применением других видов анестезии. Делирия представляет собой сложный синдром, который может возникнуть в развитии в результате взаимодействия многих причин и предлагающих факторов, основными из которых являются боль и борьба с аппаратами. В данном клинической ситуации применяются следующие схемы достижения нагрузочной дозы. Учитывая данную скорость, время бывает различным, в дальнейшем по показаниям подбирается дозировка данного препарата. Применение данного препарата в нашем отделении показывает, что данный препарат имеет ряд преимуществ. но еще мало судить о его месте в работе отделения и пока мы ограничены его широким применением, довольно узким спектром официальных рекомендаций. Большое спасибо за внимание коллеги, жду ваши вопросы. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Пожалуйста, коллеги, вопросы. У нас есть несколько минут. Нет вопросов, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, насколько широко вы используете этот препарат? У нас, например, финансовые ограничения, он довольно дорогой для нас. есть ли какие-то процедуры, где вы используете декстометодидин и используете какие-то альтернативы, если нет возможности? Дело в том, что в данной ситуации мы принимаем решения в интересах клинической ситуации. Каких-то финансовых ограничений для практикующих врачей нет? Спасибо. Еще вопросы? Можно я не больше дополнения? Коллеги, вот только недавно вышел документ 31 мая 2019 года Минздрав Российской Федерации одобрено изменение по инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Дексдор и в раздел показаний к применению внесен детский возраст, но звучит статья так. Седация у взрослых пациентов и детей старше 12 лет, находящихся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, необходимая глубина седации, которых не превышает пробуждение в ответ на голосовую стимуляцию соответствующую диапазону от 0 до 3 баллов по шкале возбуждения седации Ричмонда. Я вот хотел добавить вот это изменение. В новых будет непосредственно инструкциях, новых препаратов, которые были произведены до 31 мая, естественно, в этом препарате инструкции нет. И, наверное, нужно сказать, что сейчас в связи с тем, что большое количество дженериков выпускается, и такая осуществляется программа импорта замещения, что в ближайшее время нужно ждать, что будет данный препарат отечественного производства на рынке в основном превалировать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok